На уборку всей республикой Чувашия поддержала масштабную экологическую акцию «Зеленая Россия». Одной из точек массового субботника стал Берендеевский лес. Подробности у Дмитрия Ковалева. Чтобы привести в порядок Берендеевский лес, участникам субботника пришлось взяться не только за грабли, но и бензопилы. Территория этого парка буквально завалена сухостоем. На уборку валежников вызвались члены правительства и глава республики. Мужская команда поработала на славу. Массовый субботник поддержали тысячи жителей. Только в столице республики успели очистить от мусора четыре парка и берега Заволжского озера Изьяр. Я надеюсь, Чувашия будет звучать ярко, будет звучать по-зеленому. И вот этот наш слоган «Все на генуборку страны», он, наверное, символизирует начало осени. На борьбу с мусором многие горожане вышли целыми семьями. Когда мы сами ходим на природу, мы всегда убираемся с собой, никогда не оставляем грязь. И нас всегда возмущает, что почему нельзя за собой убрать. Но то, что вот такие экологические субботники мы проводим, тем более, что с ребенком, мы надеемся, что ребенок вырастет именно с правильным пониманием. Я хочу, чтобы мой город стал чистым. За считанные часы работы трудового десанта в Берендеевском лесу собрали полный грузовик перемолотых веток и целые горы мусора. В заполненных мешках пластиковая посуда, коробки и бутылки. Берендеевский лес у горожан пользуется большой популярностью, но далеко не все здесь стараются отдыхать культурно и убирать после себя мусор. Вот что оставляют люди после пикников на природе. Субботник будет продолжаться вплоть до 30 сентября. Фронт работ, парки, скверы и дворы. Эта акция нужна для того, чтобы бережно мы относились к природе. Я недалеко отсюда тоже живу. В этом лесу я часто прогуливался и с семьей, пробежки разные, на велосипеде катался. Здесь очень много было деревьев. Вот когда этот лесной массив мы перевели уже под ведение республиканских органов и городских властей города Чебоксары, намного стало чище. Я благодарен всем тем, кто занимается наведением порядка, наведением чистоты. А вот так в ближайшие годы изменится роща Гузовского. Здесь оборудуют веревочный парк и центр экстремальных видов спорта с тренажерами и трамплином. Мы поставим подушку, технологии есть. Такая горка есть в Москве, в Казани ее нет. В следующем году мы сделаем. Сейчас у нас 90% отдыхающих, это молодые родители с детьми. То есть детям интересно, родителям удобно, все отдыхают. Проекты благоустройства парка до конца этого года обсудят с горожанами. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Дмитрий Ковалев и Александр Петров.